Мадам председатель, господин генеральный секретарь, ваше поздравительство, дамы и господа, позвольте мне выразить самое искреннее уважение и благодарность председателю генерального саблея и генерального секретаря организации за их решительное выступление в плане поддержки, который твёрдо поддерживает опору его миссии, особенно в это необычайно трудное время для палестинских беженцев. Всем делегациям представлены здесь. Позвольте мне подчеркнуть свою глубокую признательность за ваше участие на этой конференции по обилиям взносов, которая, как я припоминаю, является регулярной особенностью календаря Генеральной Ассамблеи, начиная с даты, когда она была создана, в декабре 2018 года, и Павла Григина, член Генеральной Ассамблеи, также за их постоянную поддержку. Позвольте мне выразить самое искреннее выражение благодарности всем государственным членам Организации Объединенных Наций, как странам, которые принимают у себя палестинские беженцы, так и доноров, за их необычайное доверие и поддержку Бапуру, начиная с её деятельности в 1950-м году. Вместе мы можем искренне сказать, что мы способствовали реализации одного из самых более замечательных процессов развития человечества и в значительной мере продвинули пилёт целый ряд целей в области источного развития Мереса-Полестинских межсаглавных производств, взрывания и взрывания, взрывания и дальше. Но никогда ваша поддержка не была более замечательной, чем в 2018 году, когда наше агентство столкнулось с самым острой нехваткой в плане институциальной деятельности и финансирования. 42 различные страны и институтов со всех уголков земного шара увеличили свои взносы в Бапуор в прошлом году. И мы предприняли целый ряд нелёгких внутренних мер с тем, чтобы сократить расходы в общей сложности на 92 миллиона долларов. Только в прошлом году благодаря этим совместным усилием мы в прошлом году сумели преодолеть успешным образом беспрецедентный дефицит на уровне 446 миллионов долларов США. При этом мы способствовали обеспечению стабильности в беспокойном регионе и продемонстрировали сохраняющееся важное значение многосторонних механизмов с точки зрения решения общих наших вызовов и задач. Мы особенно признательны господину генеральнице Грантонио Геннессо за его лидерство, а также всей семье организаций, которые решительно поддерживали Бапуор всё время на протяжении этих нелёгких времён. И, оглядывая этот зал, я вижу много слов признательности, которые приходят на ум. Все обязательства, которые были сделаны в прошлом году, были выполнены до истечения года 2018. Это ещё одно поистине впечатляющее достижение. Я хочу выразить искреннюю признательность всем нашим партнёрам, в особенности правительствам и межправительственным институтам, а также многим частным донорам и фондам, которые внесли свою лепту в эти усилия. Ваши действия и поддержка сыграли важнейшую роль в том плане, что они помогли не закрыть 708 школ, которые заведуют Бапуор для более полмиллиона девочек и мальчиков на Западном берегу, включая восточный Иерусалим, Газа, Ирдан, Чедра. Поддержка также помогла сохранить базовую медицинскую услугу для 8,5 миллионов пациентов-визитов благодаря нашей сети 144 клиники. Несмотря на острая нехватка нашей чрезвычайной услуги для полмиллиона беженцев, в основном на Газе, Западном берегу и Сирии. В момент, когда палестинские беженцы сталкиваются с почти полным отсутствием политических возможностей, я решит, что сохранение услуг Бапуор является важнейшим вкладом с точки зрения человеческой достоинства оригинальной стабильности. Переходя к 2019 году, нам удалось сохранять основные виды деятельности Бапуор в период между январем и концом мая. Школьный год был успешно завершен на прошлой неделе. И сейчас, когда мы вступаем здесь, однако, Бапуор, и об этом упомянул генеральный секретарь, Бапуор стал испытывать нехватку финансовых средств для обеспечения продолжения реализации всех наших программ. Мы сейчас столкнулись с пробелом в плане финансовых средств, которые были влечены на протяжении всего года в отсутствие новых вкладов. Поэтому крайне важно избежать подрыва, например, нашей цепочки продовольствия в интересах миллиона человек в Газии. Также важно, чтобы Бапуор открыла школы в следующем году, в августе. Ваши вклады играют важнейшее значение. И то, что вы сможете обеспечить благодаря вашим средствам, никоим образом является абстрактным, когда более половины мальчиков и девочек смогли вернуться с школы. Вовремя, в прошлом году, это был момент празднования, чистого празднования. Образование, которое палестинские студенты получают благодаря школам Бапуор, лишь только незначительная часть возможностей, которые сохраняются в плане учения, приобретения навыков, а также безопасного убежища на фоне войны и разрушения отчаяния. Есть много историй неблагоприятных действий и мужества. Один, который приходил на ум, это шестилетний Хосем, палестинский беженец Сирии. Его семья вынуждена бежать из лагеря, и намок по маске во время войны и повернуться обстрелом в школе Бапуор. Хосем родился в этой школе. Сегодня он учится в этом же самом классе, где он и родился. В школе, которая стала для него убежищем и стала вновь школой, благодаря вашей поддержке, выдающейся поддержке. Как было упомянуто, два из наших гордых студентов, Ханам и Хатем, представляют образцовую студенческую общину. Мы надеемся услышать их выступление. Мы должны продолжать действия. Ваше восходительное положение на Ближнем Востоке остается критическим во многом планах в Газии. Глубина психосатологической травмы, которая влезла с результатом многих лет конфликта, блокады и насилия, от которой пострадали практически все семьи в регионе полосы газа. Охватил также персонал медицинский Бапуор, который может называть, как и приобретенные эпидемные пропорции. Западный берег, включая восточную историю, жизнь и политические беженства, определяются во всех аспектах оккупации, уничтожением домов, вынужденными изгнаниями, отсутствием свободы движения и насилием. Сколько раз я слышал, как молодые студенты Бапуор говорили о давлении, которое подвергается, опасения, которые они испытываются ежедневно при пресечении контрольного пункта. И тем не менее, каждый день они возвращаются в новую и новую, потому что, с другой стороны, находится и школа, школа, которая представляет их будущее, и в которой они учатся. Палестинские беженства нуждаются, заслуживают справедливое, прочное политическое решение. До того времени мы приспомнили решимость выполнить мандат, который верила нам Генеральная Ассамблея и Организация Минократовского, когда сказала, что мы должны продолжать упор на свои усилия. В этом случае конференционные звезды я скромно призываю всех вас сохранить позитивную динамику, которую мы создали в 2018 году и ранее в этом году. В финансовом плане мы запустили глобальные призывы в отношении 1,2 миллиона долларов США для деятельности ПОПОР в 2018 году. Это точность и сумма, которую нам удалось мобилизовать в 2018 году. Другими словами, каждый партнер и донор может поддержать свой уровень взносов на уровне прошлого года, и тем самым мы могли бы удовлетворить наши финансовые потребности такому сигналу к вам и вашей национальности, социальным лидерам, начиная с 2019 года. Дополнительное давление финансовое средство, которое вы можете и готовы объявить сегодня, будет иметь следовательно важное начинание со своей жизнью. ПОПОР и предпредель будет укравлять своими операциями. Благодаря сильной финансовой дисциплине решимости добиться дальнейшей с экономией вместе, благодаря продолжающей деятельности ПОПОР, мы сможем способствовать непосредственным образом обеспечения достоинства и региональной стабильности и более чем что-либо еще. Мы делаем это не ради БОПОР, как таковой, а ради палестинских беженцев. Поэтому Ханан и Хатем и полмиллиона студентов, которые они представляют, мы не должны подвести их. Спасибо.